мы встретили австралийцев познакомились и они приехали на машине вот на этом это ford у них а такой с большой приставкой для автодома они сами австралийцы но они приехали и взяли эту машину в калифорнии то есть там номера калифорнийские поэтому но это конечно абсолютно такой невероятный опыт очень круто и еще плюс ко всему оливковая роща вот эти деревья я даже не знаю и может быть больше там 50 больше 100 лет потому что они в охвате больше метра они их подстригают периодически и чтобы они в больше не вырастали есть прям вообще очень больших и это чья-то роща чьи-то деревья но все равно сюда запускают людей и многие люди сюда приезжают с палатками с машинами все! так что это как бенч спасти вот так, но потом он внизу и потом у нас есть стово здесь, это у меня употребление, я буду употреблять так что стово здесь и потом у нас много запаса и больше запаса здесь и уже есть и в санкт-классе здесь и здесь в санкт-классе очень большой да, очень хорошо и ещё больше спасти здесь и вот И вот эта шерсть, как так, когда беда вверх. И вот так, и еще садов. И еще садов здесь. Вау, так удобно. И садов здесь садов. И еще садов здесь. И садов здесь. Так что ты не нуждешь в готел. Нет, нет. И вот мы получаем фан и фан здесь. И садов здесь. Видео для этого. Это для закрывателя. И для этого. И для этого. И для этого. И для этого. Или для одного уровня. Или два уровня. Да. this one it can wow and then the same this one for sleeping and this one to keep the bugs out perfect and lights У нас есть светлая, мы можем читать, да, мы не можем, но мы можем, и также есть светлая здесь, мы имеем светлая здесь, и здесь, да, я вижу, ну, спасибо большое, это не все, и что это мап, О, это мапа, который... Билл, брат, любимый, сын, с ним, он дает, дети в семье, его брат, это все страны в Америке, которые мы были в каком-то, и мы сноваались до того, так что мы, мы не были в это все, но нам не было это, но мы были в всех этих, и больше здесь. Вы планируете об этом? Немного позже. Однажды. Однажды? Да. Было это стоило? Это было круто. Да. Да. Увидимся. Пляж находится где-то в 500 метрах от дороги. То есть галечный пляж, галька, такие крупные камушки. И вот здесь вот рощи оливковые. И, ну, место очень хорошее. Я прям всем рекомендую. Вот они, координаты этого места. И вы можете приехать на обычной машине, на автодоме можете приехать, встать. И вообще на всем что угодно. Стоит бесплатно. Единственный минус, что нет пресной воды. Поэтому запасайтесь пресной водой. Ну и всем, что вам может понадобиться. Потому что магазинов тоже тут рядом нет. Такое место диковатое. Вот по грунтовой дороге нужно будет проехать метров 300-500. А так потом, в принципе, там есть и дрова есть. И, в принципе, вообще все, что угодно есть. Очень чистое море. Заходите. Сначала камушки. А потом где-то через метров 20 песок начинается. И не глубоко сразу. Вообще в этой области очень много кемпингов. Вот прям со всех сторон и туда, и назад, и вперед. И, в общем, вот такая вот небольшая дорога здесь проходит. Мы сейчас едем на запад. Уже туда, в сторону Греции. И с левой стороны там тоже через море уже будут греческие острова. Кстати, любопытно, что почти все острова вот здесь вот рядом с Турцией, где-то примерно в 20-30 километрах находятся всего лишь через море. Они остались, согласно мирному соглашению, уже последнему мирному соглашению, именно вот за Грецией остались. То есть взамен на город Измир и на часть Стамбула, то есть заключили мирное соглашение. То есть эти территории остались за Грецией. Единственное, вот северный Кипр и южный Кипр. Кипр там, у них до сих пор спорная территория. А вот здесь вот много островов с левой стороны. Если мы едем, то это греческие острова. Вот они вот, Зелс, Бич Кэмп. И прям очень-очень много я проезжал. И что самое главное, пляж очень чистый. Приезжают культурные местные, ну не только местные. Мы встретили там австралийцев на американской машине и вообще всяких разных иностранцев здесь очень много. Ну и культурное такое, культурное место. То есть люди приехали, отдохнули, встали с палатками и убрали за собой. Мы тоже вот собрали все в пакет свой, чужой мусор. И мы всегда стараемся. Здесь еще фермы есть, по-моему. Здесь вы можете со своей палаткой приехать. Вот можете в отель приехать. Ну здесь вариантов много. И здесь такой, вот он только зарождается, туризм. Здесь еще нет такого ажиотажа отельного. Вот это все кемпинги. То есть такая атмосфера немного диковатая. Вот кто любит такой вот отдых. Вот Алиев кемп. Такой первобытный отдых, отпуск. Вот с левой стороны тоже очень много палаток. В основном здесь кемпинги, короче говоря, в этой части. Так, это какая-то машина интересная. Это, по-моему, машина связанная. А, она, наверное, связь дает этим лодкам. Здесь периодически попадаются машины, которые стоят как трансляторы работают. А вот здесь вот такие куполы, типа юрт, тоже за забором огорожено. И все, вот кафе, пляжи, кемпинги. Ну, достаточно большая такая продолжительная территория. Километров, наверное, 20-30. Именно с кемпингами. И недалеко это от Стамбула. Очень много людей также путешествуют на велосипедах. И, ну, вот, собственно, вот так вот здесь выглядят пляжи. В некоторых местах по высшей дороге уходят. То есть, возле моря, но такая скалистый спуск. Ну, в основном, конечно, вы сможете прямо возле воды встать. И это, на самом деле, очень хорошее было. И это, на самом деле, было очень хорошее место. Пожалуй, наверное, одно из самых лучших мест, в котором мы были. Потому что не было сильного ветра, не было комаров, не было каких-то туристов, мусора не было. Было не так жарко. Даже прохладно было. Потому что я оставил заднюю дверь открытую на ночь. Мы спали с открытой дверью. И шум моря вообще нисколько не мешал спать. Он даже, наверное, как-то больше убаюкивал. И утром, утром, под утром мы замерзли, короче. Где-то часов, наверное, в 4-5 мы просто замерзли. И нам пришлось укрываться одеялами, двумя одеялами. Показывает, что здесь была пробка. Посмотрите, какие красивые цветы. И, в общем, праздник потихонечку уже заканчивается. Сегодня пятница. Наверное, суббота, воскресенье у них еще выходной. И все, с понедельника уже здесь не будет пробок. А вот вчера, допустим, здесь вообще что-то просто невероятное творилось. И вот у Гугла до сих пор это осталось в памяти, что здесь люди стояли. Вот здесь прям вообще красное. А сейчас мы спокойно едем, проезжаем. Вообще нет пробок никаких. Ну, такая красивая местность. Нужно, конечно, отметить. И, в принципе, все есть. Мусорные баки, все есть. Магазинчики периодически встречаются. Много ресторанов, кафе, можно позавтракать. И они еще делают, видите, вот такие вот парковочки. Они делают с навесами, чтобы машина в тенечке всегда стояла. Вот Нива. Можно встретить много российских машин советских. Нивы всякие разные. Уазики, там всякие разные девятки, тройки, однерки, жигули. Много разных машин советских. Мы сейчас отправляемся в город Троя. Он находится в 60 километрах отсюда. Друзья, у нас сейчас была проверка документов. И нас остановили. Я был не пристегнут. У нас шторки на окнах. Я прям при нем шторку снял. И показал ему паспорт, он посмотрел. Все, говорит, но проблем. И все, мы поехали дальше. Слушай, это первый раз за, я даже не знаю, за сколько недель, когда в Турции на нас тут обратили внимание. И, ну, попросили. Ну, я так подозреваю, что здесь такая узенькая, короткая дорога. И, типа, никого нет. А они просто останавливают всех подряд и проверяют всех подряд. Кто... Не знаю, что они вообще проверяют. Потому что наш номер не проверяли по планшету. Кто-то просто посмотрели паспорт и все. Я даже... Даже права тех паспорт ничего вообще не показывал. Ни страховку вообще ничего не показывал. И все. Я был, на самом деле, очень удивлен, как машина себя повела на песке, вот на этой гальке. Потому что там сверху галька, а снизу песок. И передние, задние приводные машины застревают обычно. И я даже спросил, там джиперы стояли, которые уже вытягивали там лебедками. Я говорю, сюда можно заехать? Он говорит, ну, типа, 50 на 50. Не знаю. Ну, типа, не бойся, заезжай. Потому что есть лебедка. Если что, я тебя, типа, вытащу. И, в общем, я поездил туда-сюда так аккуратненько. И она так хорошо прям идет по пляжу, по песку. Я прям был, конечно же, приятно удивлен. И там были такие ухабы. Ну, то есть, где легковая, обычная, простая машина. Ну, и вообще никаких шансов проехать нет. Это просто прям пролетает машина. И очень важна вот эта проходимость, когда вы путешествуете. Потому что вы можете оказаться вообще везде, где угодно. И если вы едете, путешествуете с палаткой или просто в машине и спите, вам проходимость просто вот будет необходима. Потому что полный привод, вот вы едете по трассе. Да, он как бы здесь, ну, по сути, незаметно. Он, вроде как, не нужен. Но это полный привод, он как воздух. Когда он есть, вы его не замечаете. А вот когда его нет и когда он нужен, то как-то так. Вот это все мы едем. Периодически попадаются отели, но очень много кемпингов. В основном вот здесь, в этой области, кемпинге. Ну, и плюс ко всему, большая машина, большие колеса, это безопасно. То есть, возможности уже гораздо больше для маневра и так далее. В поисках Берхам Кале, Асус, наткнулись на вот такое вот сооружение местных жителей. Я не знаю, что это за конура. То ли это для скота какой-то хлев, то ли еще что-то такое. Там, по-моему, даже печка есть. Да, это здесь бараны живут, короче. Представляете, тут здесь так прохладно и все из камня сделано. И, по-моему, еще печка есть. Берхам Кале не нашли, зато нашли речку вот здесь вот. Возле, короче говоря, этого Берхам Кале, города Асус. И мост вот такой вот средневековый, красивый. А речка с прозрачной водой чистейшей. Там прям можно к ней подъехать вплотную и даже купаться можно. Друзья, мы приехали в Берхам Кале, Асус. И вот здесь вот, собственно, стоит памятник Аристотелю. Что я вам хочу сказать. Вот этот вот парень в желтой жилетке в оранжевое светоотражающее с терминалом. Он обычно вот в таких туристических местах собирает деньги за парковку. И, собственно, если его нет здесь, то вы можете не оплачивать парковку. Ну, не только здесь, во всех туристических местах. Вы либо просто заедете вот такой вот на парк кому-то частную. Заплатите 30 лет. Либо заплатите вот этому человеку, он как государственный представитель. Либо вы можете поставить вот где-то в таком месте рядом с руинами, развалинами. Бесплатно. Вот на Тесле, кстати, пожалуйста. По Турции человек ездит. Просто Тесла так взял, бросил, даже не на парковке. И все. И все просто. Машина 70 тысяч долларов стоит. Читать тебе хочешь? Давай, читай только громко и выразительно. Город Асус широко известен благодаря тому, что после смерти Платона в 347 году до нашей эры, Аристотель вместе с Синокатом покидает Афины и отправляется в Труаду, симпатизирующий Академии Гермий. Триан от Тарнея поселяет их в городе Ассес, где Аристотель начинает преподавать в местной академии. В общем, он тут преподавал. А еще здесь есть вот такие вот парковки. Они бесплатные. И здесь можно спать, собственно. Ну, просто возле дороги единственное, что шумно, будет машина ездить и как бы не совсем безопасно. Ну, вы будете спать, где Аристотель преподавал, возле древней крепости. И, ну, это просто как бы невероятное место, уникальное, наверное, которое вообще никаких аналогов нигде не имеет. То есть, где-то поехать вот так вот в Европе поспать. О, там, оказывается, обрыв. Я так подозреваю, вход туда будет платный, потому что все огорожено забором. И, естественно, на самой высокой точке эта крепость, ну, здесь, в этой области. Очень много руин. Конечно же, как всегда, это все не раскопано до конца. Ну, вот, собственно, про что я вам и говорил. Люди припарковали свой прицеп. Вот это вот, скорее всего, их тягач, этого прицепа. И они просто здесь спаливаться вот с таким вот видом. У нас тоже был один раз такой опыт. Но мы сейчас уже выбираем. Мы вот ездим, смотрим, чтобы нам было море, вода рядом. Еще смотрим, есть ли пресная вода, нет ли пресной воды. И, короче говоря, нам не так просто уже угодить сейчас. Мы уже такие сбалованные туристы. А так, конечно, если вот только приехать, то и здесь было бы классно. Ну, по-моему, амфитеатр видно, нет? Ну, да, скорее всего, да, амфитеатр. Есть грамма финны, такие колонны. Да, да, это амфитеатр. Если есть крепость, то, конечно же, и амфитеатр будет, как без него. Ну, он таких средних размеров, я бы даже сказал, маленький. Да, и, собственно, если вы туда зайдете, купите билет, то вы сможете как бы и здесь тоже погулять. Ну, я думаю, мы туда не пойдем, конечно же. Потому что мы уже так насытились этим. А вот здесь есть лаз. Видите, люди просто пролезли без билетов вот так вот с краю и зашли туда. На самом деле в Турции много где можно так сделать, но они такие то ли честные, то ли что. Я не знаю, люди, они так не делают. И очень красивая вода здесь, цвет воды очень красивый. Прям такой градиент невероятно красивый. Ох, буду остановиться, сфотографировать. Ну, дорога узкая, я сейчас попробую вон там остановиться слева. Возможно, получится. На краешке. К счастью, машина позволяет это сделать. Основные координаты этого места. Вот здесь козы. Самые настоящие. Беленькие. И посмотрите, какая вода. Я, конечно, разную воду видел в Турции. Разных цветов и оттенков, но каждый раз она по-своему прекрасно. Очень красивая побережье. И вот это, по-моему, уже греческие острова. Мы проехали по пляжу, проехали крепость вокруг. Ну, посмотрели все, решили туда не заходить. И вот что я вам хочу отметить, что, во-первых, древние жители искали все-таки какие красивые места себе выбирали для того, чтобы крепость там, замок построить. Они не строили, где попало. Они, допустим, не строили там, на тех холмах. Они строили именно вот, чтобы море было видно и чтобы вид был красивый. И практически нет туристов единицы. Только единицы. И в основном турки путешествуют. И они тоже удивляются, тоже снимают на камеру. Для них это все в диковинку. Вот, Аристотель, пожалуйста, отец философии. И в основном на легковых машинах приезжают. Очень мало внедорожников. И вот они, эти легковые машины, как только не эксплуатируют здесь. На ИС-классах вот люди приезжают. Абсолютно разные. На Теслах люди приезжают. И как-то вот все вот интересно здесь это. Вот так вот сидят, любят на маленьких стульчиках кушать. Почти на каждой заправке есть вот такие вот зарядки для европейских электромобилей. И получается, если у вас европейский разъем, то вы можете вообще спокойно по всей Турции заряжать себе электромобиль и спокойно путешествовать. Вот пошли в ресторан, в кафе покушать, а машина у вас Тесла заряжается. Похоже, это такой курортный городочек, но более курортный турецкий. И очень чистое море, красивое, прям сразу отсюда видно. Залив такой, либо он там даже проходит через Стамбул. Есть сообщение, если я не ошибаюсь. То есть, такая типа как бухточка большая, просто очень большая. Залив большой. Да, и вот здесь вот, собственно, в Стамбуле через Босфор этот залив, он соединяется там с морем дальше, назад. Достаточно большой город, и здесь в 20 километрах находится Троя. Копия троянского коня. И вот он находится вот так вот в долине, прямо возле моря, как всегда. Чанакале. С этой стороны немного просматривается конь сквозь вот эту шторку. И на самом деле, да, внушительных размеров. Весил по данным 30 тонн, где-то 10 метров, по-моему, минимум высоту. И по разным данным из разных источников указано, что количество было или 20, или 30, или 50 человек. Вот такие толстостенные урны, которые иной раз достигали размера в высоту человека, использовались для погребения иногда, в том числе для хранения масла оливкового вина и других продуктов, которые требовали хранения. И они вкапывались в грунт. И за счет этого мы видим, что вот у них дно такое не плоское. Также мы видим вот здесь керамические трубы, которые использовались. Трое одна в другую вставлялись. И швы заделывались гашеной известью и маслом. А повороты и развилки с учленения выполнялись из более облегченных конструкций, вырезанных из камня. Вот здесь вся эта информация представлена в подробностях. По раскопкам выглядел город Троя. И вот то, что фактически сейчас мы видим. Это стена. Это западная стена. Стены города уходят вниз. Туда тоже можно сходить. Отсюда открывается такой прекрасный вид. Написано, что находился храм Афины, богини Афины. И был разрушен и подвергался реконструкции греками и римлянами. Но сейчас, честно говоря, очень сложно понять, где здесь храм. В основном все не раскопанное. Выглядит вот таким образом. Нужно идти по тропинке вот этой вымощенной деревянной. И просто наблюдать обломки былой цивилизации. Следы фундамента. Ну, конечно, не самое внушительное зрелище, которое можно найти в Турции. Более-менее что-то такое внятное. Вот это похоже на дорогу, ведущую в город. Здесь, видимо, ворота в стене были. И ров, по всей видимости. Да, действительно, вот так выглядела эта рампа. Это вход, въезд в цитадель Трои. Ну, вот более-менее уже что-то такое оформленное можно увидеть. Вот здесь был дворец. Это край уже цитадели. Есть изображение, как он выглядел. Вот такое строение было. Амфитеатр, который уже был построен гораздо позднее периода, когда, в принципе, был основан город Троя как таковой. То есть у города есть несколько периодов, и постройки относятся к разным периодам. Вот театр, например, уже был построен в 124 году нашей эры. А сама Троя, на самом деле, очень древний город, поскольку вот эти события, описанные в Илиаде Гомера про Троянского коня, вот эти события происходили в 1200 году до нашей эры. И как бы на тот момент город уже существовал некоторое время, и, наверное, где-то приблизительно 3000 в 3000 году до нашей эры. И вот видно, что город, конечно, не раскопан, уходит глубоко вниз. Очень большая часть города остается погребенной под землей. Только что посетили вот эту вот достопримечательность Троя, которая называется. И там, во-первых, платная парковка 20 лир стоит. Вот здесь есть место, где продают сувениры, и вы можете здесь спокойно парковаться. Вот здесь рядом есть кафе, ресторан. Я думаю, и Wi-Fi у них есть. Я мог бы здесь поспать. В общем, по сути, ничего там интересного нет. В этом, короче говоря, Трои. Троя, это здесь был город древний. В нем жили, в общем, там племена какие-то. И в какой-то момент там из-за женщины началась война, которая длилась 10 лет. И была осада этого города, никак не могли справиться. И потом в какой-то момент они из палок построили коня Троянского. И якобы подарили его, в общем, жителям этого города. И эти жители его забрали, а там внутри были солдаты греческие, греческие, греки, короче говоря. И, ну, в общем, таким образом они его победили, короче, этот город и захватили, собственно. А вся война началась из-за женщины, потому что женщину там одну украли, другие не захотели, короче говоря, ее отдавать, третьи не захотели возвращать. Ну и, в общем, 10 лет там столько людей погибло из-за одной же женщины, собственно. И история, конечно, интересная штука. Не факт вообще, что это все не было выдумано, придумано, потому что одни говорят там 20 человек сидело в этом коне, другие говорят 30, кто-то говорит 100 человек. И, на самом деле, неизвестно, потому что это все происходило, когда там 3000 лет назад. Ну да, 3000 лет назад это все происходило, и, естественно, доподлинно никому не известно. Вон, во время Второй мировой войны что происходило, какие события происходили в Волгограде и в Сталинграде, никто не знает. Как там было на самом деле. А что было 3000 лет, естественно, и подавно никто не знает. Поэтому существует очень много легенд. И, конечно же, людям интересно, туристам интересно. И что самое интересное, это то, что местные жители платят 60 лир до 18 лет, вход бесплатный. А туристы должны платить 250 лир. И, как бы, вот приехали ребята на немецких номерах, вчетвером вышли, подошли к кассе, увидели ценник и развернулись, поехали дальше. Потому что вот они вчетвером, им нужно заплатить сейчас 1000 лир, и это даже для европейцев немало. И, в общем, ну, я как бы туда не пошел. И я думаю, что я особо сильно много прям ничего не потерял, потому что мне больше нравится природа, вот какое-то что-то такое смотреть. Да, там иногда классно, крепости, там еще что-то. Местные жители очень много тратят, ну, по крайней мере, турецкие власти, я имею в виду, очень много тратят на раскопки. И, естественно, им нужны средства, им нужно собирать с туристов средства, чтобы это все раскапывать, прокапывать. Ну, и плюс ко всему, когда вы приходите в такое место, там как бы чисто все организовано. Вот мы ездим, периодически заезжаем в бесплатные храмы, в бесплатные какие-то крепости. Ну, и что там, семечки, мусор разбитое, стекло разбросано. Сидят подростки, пьют пиво, и тут же пьют эти бутылки и щелкают семечки. Ну, в общем, выбирайте сами, куда вам идти, куда не идти. Ну, трое я бы, наверное... Я как бы там не был, но со слов тех людей, которые там были, делать там нечего. Вот такую мечеть, значит, мы здесь проезжаем красивую, прям помпезную. Очень красивая мечеть. И, значит, вот это с левой стороны, это пролив у нас Дарданелла, он как раз соединяет Игейское море с Мраморным морем. А Мраморное море, оно через Борсфор уже потом переходит в Черное море. Вот так вот, Хатимия-Нуа. Крутая мечеть, нужно сказать. Набережная этого города, здесь есть пляж, люди купаются. И вот, собственно, это вот пролив, вот этот вот Дарданеллы. Это большой гигантский контейнеровоз. Ну, наверное, не самый большой, но не самый маленький. Вот они вот так вот здесь проходят. Здесь еще у них на набережной есть вот такие вот разные самолеты. И орудия. Это, по-моему, с корабля. Орудия, по всей видимости. И вот здесь можно разглядеть, как это все взрывалось и как это вот металл разрывался, уничтожался. Металл просто как этот, как какие-то щепки. Вот еще есть вот такие вот самолетики старенькие. У них крылья сделаны, по-моему, из какого-то такого материала типа кожи. И все на палках, на каких-то веревках. И реально это был самолет на двух пилотов, на двух, короче, человек рассчитан. И он летал, по-моему, восьмицилиндровый. Вот. Это немецкий Альбатрос-Си самолет. Еще здесь вот много крепостей, которые находятся в этом регионе. Выполнены вот в таких макетах миниатюрных. И вы их можете внимательно разглядеть. Посмотрите, как они выглядят. И здесь есть еще музей истории. Вот там он находится, где пушки. Местная гавань такая рыбацкая. Чайки охотятся, ловят рыбу. Прям она сейчас поймает там даже что-то. Вот. И, в общем, здесь вот этот конь, значит, троянский, который якобы был подарен жителям Троя. Они еще на Баку ему написали, что, типа, там, в общем, королева какая-то, типа, королеве этой от уезжающих. Ну, в общем, тех людей, которые, короче говоря, уезжали. И они притворились, спрятали туда солдат, неизвестно сколько. И притворились, что, типа, сами уезжают. А там оставили внутри солдат. И, значит, короче говоря, типа уехали. А солдаты там остались. И этого коня как-то затащили. Я не знаю как. Потому что кто-то говорит, что он десятки тонн весил. Еще и плюс ко всему с солдатами. Не знаю каким образом они его тащили. Но вон там бревна. Нужно было труд совершить немаленький, чтобы его затащить, в общем, в Трою. И как это все вообще происходило, я не понимаю на самом деле. И как вообще они не проверили, что кто там есть, кого там нет, короче говоря. Ну и, в общем, легенда. Неизвестно на самом деле как было. Здесь у них часы. Они даже вроде как показывают. Вот 19 часов. Сейчас 19.57. Ну, не знаю, какой часовой пояс они показывают. Ну, вроде как правильно. Вот 3000 лет до нашей эры. 22500. Вот то, что находят здесь всякие чашки, амфоры. Ну и вот так вот она, собственно, выглядела. Пока туда не закатили коня. Вот 2000 лет назад. Здесь есть очень красивый мост один. Вот он прямо по курсу. Мост. Произведение искусства прям какое-то, а не мост. Под ним как раз сейчас лайнер проходит круизный. Или еще какой-то большой корабль. Это один из самых-самых каких-то там мостов больших в мире. Мы сейчас, в общем, к нему подъедем поближе. Я зачитаю. Но мост очень просто, просто очень красивый. Невероятно красивый. И всего лишь две опоры у него. Подвесной мост. По-моему, в прошлом году его открыли. Друзья, мы катаемся сейчас здесь рядом с этим мостом окрестности. Разглядываем. И вот, собственно, этот мост здесь за поворотом. И здесь такие места красивые, вообще первоклассные. Чистейшие, просто чистейшие какие-то такие рыбацкие деревни. Ничего, мусор, ничего не валяется. Вот он, собственно, вот этот лайнер круизный, который проходил под мостом. И вон он мост. Сейчас поближе еще подъедем. Не знаю почему, но у меня вот такие вот сооружения, они меня прям завораживают. И на самом деле мост действительно очень тяжело было, во-первых, построить. Во-вторых, он сейчас будет красиво подсвечиваться. И мы будем спать, в-третьих, здесь. Прям где-нибудь сейчас в поле, здесь на берегу. Поедем купим мясо себе, хлеба. И прям вот я здесь видел только что спуск к воде. У тебя вот так называется это место. Вот они, координаты спутниковые. И здесь очень много мест, где вы можете встать на своих машинах. То есть здесь есть рестораны, куда можете приехать на один день, условно. И можете также вы на своей машине сюда приехать, потому что очень много спусков вот таких к воде туда, прям к пляжу. А здесь такой большой парк, рядом с этим мостом. Многие люди приезжают на него посмотреть и сфотографироваться рядом с ним. Ну, мост действительно очень красивый. Я думаю, мы завтра или послезавтра по этому мосту переедем на тот полуостров Турции. А пока посмотрим так. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры.